Стройка – самое популярное место работы для приезжих. В прошлом году на мордовских площадках трудилось более 4 тысяч иностранцев. В этом, дабы защитить интересы российских граждан в период кризиса, квоты на привлечение мигрантов значительно сократились. Постарающая конкуренция на рынке труда привела к тому, что в текущем году снизился приток иностранных граждан с целью осуществления трудовой деятельности. Если по прошлому году мы выдали более 2 тысяч разрешений на работу, то в этом году – 1200. Казалось бы, подобные ситуации только на руку местным безработным. Но, как показывают мониторинг и опросы, работодатели предпочитают выписать даже неквалифицированного специалиста из-за границы, чем переобучить уже имеющиеся кадры. Я, например, никак не понимаю, когда просмотрел заявочный список, и от некоторых руководителей заявки сделаны на поваров с уровня оплаты в три раза больше, чем у нас. Что, у нас действительно в Узбекистане только повара готовятся? На этот риторический вопрос ответ всё же найти не так сложно. Гастарабайтеры отвечают самым главным требованиям. Они работают быстро, в условиях проживания непривередливы. Потому и дилемма перед работодателем давно не стоит. Они сами как бы склоняются к тому, что дешевле и выгоднее привлечь иностранных рабочих. В плане чего? Значит, качественнее выполняют работу. Это во-первых. И во-вторых, как бы заработная плата, которая им выплачивается, то есть она намного меньше, чем ежели хотят получить наши российские граждане. Но не все организации республики нанимают людей массовых профессий. В Мордовии есть предприятия, где трудятся высококлассные специалисты из-за рубежа. Они работают по контракту, устанавливают оборудование, обучая тонкости местных рабочих. Именно такое сотрудничество должно помочь республике и стране сохранить темп развития даже в экономически нестабильное время. Алена Бушуева, Денис Песков, Вести Мордовия.